Экспорт сельхозпродукции, урожай зерновых и субсидий в Министерстве агропромышленного комплекса подвели итоги работы за прошлый год, а также поделились планами на этот и последующие года. Так, 2020-й хоть и ударил по всем сферам жизни, тем не менее сельское хозяйство пострадало меньше. Основная часть аграриев работала в полях с соблюдением дистанции и соцнорм. К тому же хлеборобы собрали рекордный урожай – более 2000 тонн зерна. Высочайший показатель на молот добились хлеборобы Меликесского района – более 300 тысяч тонн, тем самым подтвердив звание житницы Ульяновской области. Сельское хозяйство показывает самый высокий результат. Это больше 27 миллиардов поступлений в бюджет Ульяновской области. Ни одна отрасль не может даже близко сравниться с тем, что мы получаем от этой отрасли. То есть это не только урожай, но и, конечно, финансовая отдача. Также в регионе идет активное развитие малых форм хозяйствования на селе – кооперативы, личные подсобные и крестьянско-фермерские хозяйства, основные сельхозпроизводители. На их долю приходится 48% производимой валовой продукции. Поэтому и государственная поддержка фермерам оказывается серьезная. В этом году на гранты и субсидии будет выделено 309 миллионов рублей. Мы сегодня можем сказать, что все показатели проекта мы выполнили. 1627 субъектов малого и среднего предпринимательства вовлечено в процесс развития малого и среднего предпринимательства. Это почти в три с половиной раза больше, чем был показатель доведен до Ульяновской области. Это очень даже неплохо. В планах увеличение производства сельхозпродукции. Причем не только развитие предприятий, но и повышение уровня жизни в деревнях и селах. Для этого создадут проект «Комплексное развитие населенных пунктов», чтобы ремонтировать дороги, школы, детские сады, медпункты и заниматься благоустройством. Наша задача – достичь экспорта продукции АПК не менее 22,7 миллиона рублей. Но в этом мы ставим себе большую задачу – развить перерабатывающее производство, поскольку в этом году 75% продукции, отгруженной на экспорт, было сырье. Для этого в Минсельхозе планируют совершенствовать нормативную базу, чтобы расширить меры поддержки. Больше всего интересует стимулирование переработки. То есть сельхозпроизводители смогут возместить затраты на покупку оборудования для переработки. Главная цель – чтобы на экспорт уходило 75% готовой продукции, а не сырья. Анна Тищенко, Новости Улправды ТВ.